Американцы уничтожили израильский спутник связи вместе с дорогостующей ракетой-носителем Falcon 9. Он взорвался на стартовой площадке космодрома всего за два дня до запуска на орбиту. Основатель компании-разработчика SpaceX Илон Маск в своем микроблоге уточнил, авария произошла во время заполнения топливных баков. По неизвестной пока причине раздались громкие хлопки, после чего небо затянуло черным дымом. Власти Флориды, где находится космодром, пытаются оценить масштаб экологической катастрофы из-за возможных вредных выбросов. Окончательные выводы ЧП еще предстоит сделать, однако, по мнению экспертов, речь вполне может идти об ошибке в эксплуатации. Похоже на какое-то грубое нарушение при стартовых технологических операций. Это случается, редко, правда, но случается. Можно упомянуть три таких главных неудачи на старте. Это R-16, 60-й год, это 67-й год, Аполлон-1 и, наконец, это сейчас Falcon 9. Компания SpaceX ведет разработку ракеты-носителя многоразового использования середины 2000-х. Дорогостоящий проект призван совершить прорыв освоения космического пространства и существенно удешевить полеты, в том числе к МКС. Сложные технологии сказались не только на качестве, но и на количестве испытаний. Половина из них потерпела фиаско. Четыре запуска закончились неудачным приземлением из-за проблем в двигателе. Первая ступень не могла приводниться на платформу в Тихом океане и развалилась. Одна из крупнейших аварий произошла год назад, когда Falcon со спутником Dragon взорвалась на пути к МКС всего через несколько минут после снабжения.